МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и дневной выпуск информационной программы Республика в студии Юлия Важенина. Месяц работы с бюджетом принес заметные результаты по сравнению с цифрами за первый и третий кварталы. Итоги по октябрь включительно увеличились практически по всем позициям. Состояние республиканской казны обсудили на еженедельном совещании у главы Чувашия. Предваряя разговор, Михаил Игнатьев сообщил о договоренностях, достигнутых с руководством ООО «Газпром». В рамках программы газификации регионов РФ осуществляется проектирование объекта межпоселкового и Казапрова к заводской территории города Чебоксары Чувашской республики. Мы с планируемым сроком завершения работы по госэкспертизе в марте 2016 года. «Газпром» и «Мехрегенгаз» готовы включить объект, программу газификации регионов РФ на 2016 год с началом строительно-монтажных работ в третьем квартале 2016 года. «Значение газификации для повышения инвестиционной привлекательности за Волжье трудно переоценить», заметил Михаил Игнатьев, добавив, что «Газпром» был и остается надежным партнером республики. Здесь хотя бы успешно реализованные проекты строительства, дополнительных сетей в центральной части Чебоксар и Ледового дворца Чебоксара-Арена. Минфин подсчитал, только за октябрь к доходам прибавили 3 с лишним миллиарда рублей. Всего же за 10 месяцев доходы составили без малого 31 миллиард, собственные – 18 миллиардов рублей. Большая их часть – это налоги на прибыль и доходы физических лиц. «Мы имеем на сегодняшний день рост, рост 8,3% к аналогичному периоду прошлого года. В абсолютном значении данный налог мы собрали с плюсом 358 миллионов рублей. По году мы прогнозируем также положительную динамику роста по данному налогу на уровне 7%. Также мы представили данные, количество организаций, которые сегодня увеличивают нам поступление данного налога. Это всего 49% от всех юридических лиц, которые являются плательщиком налога на прибыль». Что касается налога на доходы физических лиц, то его собираемость по итогам 10 месяцев не достигла плановых показателей. Это связано с высокой возвращаемостью доли возврата по этому налогу самая большая в ПФО и составляет 18%. На совещании состоялся и отдельный разговор с должниками в бюджет. На ковер вызвали четырех руководителей предприятий и организаций, с которыми налоговые органы не могут справиться самостоятельно. Кто-то не платит с апреля, у кого-то задолженность возникла в более поздние сроки, кто-то находит необходимые средства только после проверок. И во всех случаях речь идет о приличных долгах. Глава Чувашия напомнил, эти деньги в конечном итоге выпадают из статьи расходов на социальную сферу. Вы уже ходите в наши больницы, за всех касается. Дети ходят в наши садики. Мы должны их кормить, соответственно, тепло давать, рассчитываться и так далее. Комфортных условий на сегодняшний день живут. Мы создаем эти условия. Кто-то платит тяжело, непросто, а кто-то не платит. Вот когда вы рассчитаетесь и когда пойдете в текущий хороший график. Я планирую полностью выйти в текущий график 15 декабря полностью. Но это уже объективная дата, она будет там что-то не обещать, что там через неделю, потому что, к сожалению, что-то не произойдет через неделю. Обсудили на совещании выполнение программы переселения из ветхого и аварийного жилья. По данным Минстроя Республики, первый этап, на котором необходимо было переселить 1410 семей, выполнен. Причем в пяти муниципалитетах проблема снята полностью. Второй этап выполняется, восемь муниципалитетов его уже завершили. Речь идет о переселении 1130 семей. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика. Подробнее о том, как исполняется бюджет 2015 года, что влияет на увеличение доходной части и как распределяются расходы, министр финансов Светлана Енилина расскажет в программе «Правительственная связь» завтра, 11 ноября в 21.00. Многодетные семьи Чебоксар получат земельные участки в Маргаушском районе. Вопросы их бесплатного предоставления в собственность обсудили на совещании в столичной администрации. На начало ноября в очереди на получение земельных участков столицы республики 2007 многодетных семей. Из них почти 1600 ждут участки для индивидуального жилищного строительства, более 180 для дачного и почти 300 для ведения личного подсобного хозяйства. С 2011 года Чебоксарской администрации уже сформированы более 1150 земельных участков общей площадью более 70 гектаров. Глава столицы Чувашии Леонид Черкесов поручил контролирующим органам до 1 мая 2016 года завершить работу по изысканию недостающих 856 земельных участков. Земельный участок площадью почти 802,5 квадратных метра Маргаушского района по распоряжению к обмену Чувашии безвозмездно передан в муниципальную собственность Чебоксар. На этой территории планируется сформировать около 600 земельных участков для предоставления многодетным семьям столицы Чувашии. А буквально через пару дней, 13 ноября, аукцион определит подрядчика на выполнении топографа геодезических работ для последующей разработки территории. Это служба и опасные труднам. Сегодня отмечается день сотрудника органов внутренних дел. В Чувашии в этом ведомстве служат более 5000 человек. Наша съемочная группа познакомилась с одним из полицейских и узнала, каково охранять спокойствие мирных граждан. Послужной список Марата Михайлова вызывает уважение. Участвовал в чеченской кампании, командовал специальным отрядом быстрого реагирования. Во внутренних войсках он более 20 лет. За годы службы родине, медали и наградь не счесть. За отвагу, за боевое содружество, за доблесть в службе. Марат Сергеевич – кавалер Ордена Мужества. Дали за участие в штурме Грозного в 2000-м. Есть и еще один знак отличия. Краповый берет – это отличие от сотрудников специальных подразделений. Вот, ношу его с гордостью и, надеюсь, никогда не подведу и не опозорю своих боевых товарищей. На счету полицейского множество успешно проведенных спецопераций по борьбе с организованной преступностью. Такая работа, естественно, несет в себе огромный риск. Как признается сам боец, недоброжелателей и угроз хватает. Но они не имеют значения. Ну, вы знаете, как вот пружина, ее чем сильнее сжимаешь, тем больше у нее отдача в обратку. Также у меня вот такой характер. Меня угрозы, наоборот, заставляют мобилизоваться. Вот тот же Адриалин. И я думаю, что вот бесполезно мне угрожать. Марат Михайлов много лет занимается самбо, дзюдо, карате и другими боевыми искусствами. В клубе «Динамо» организуют различные спортивные мероприятия для сотрудников внутренних дел. Коллеги ценят и уважают его. Мне всегда было с ним приятно работать. Всегда к нему можно было обратиться. И сейчас обращаюсь за помощью и советом. Он в этом никогда не отказывает. В своей непосредственной деятельности он профессионально грамотный, очень целеустремленный, очень активный, способный решать многие довольно серьезные задачи, которые стоят перед нашей организацией. У настоящего бойца должен быть крепкий тыл. Для Марата Сергеевича это его семья. Он счастливо живет в браке уже много лет. Старший сын пошел по его стопам и служит во внутренних органах. А младший пока еще учится в школе, но хочет связать свое будущее с информационными технологиями. Для обоих отец – пример для подражания. Отец достиг довольно высокого профессионального карьерного роста. Мне надо как-то суметь не просто достичь его уровня, а еще и подняться немножко выше, что накладывает довольно высокую долю ответственности на меня. Марат Сергеевич считает, его профессия хоть и трудная, но одна из самых благодарных. Из небольших пары успехов складывается одна большая победа в борьбе за мир, покой и богополучие всего народа. Ради этого и Марат Михайлов, и его коллеги каждый день выходят на службу. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Олег Кикимов, Республика. В середине сентября нынешнего года в Чебоксарах был зарегистрирован вброс фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. Содержать сбытчика удалось благодаря внимательности фармацевта и оперативности сотрудников МВД. Тревогу забила работница одной из аптек в центре города. Сначала злоумышленник взглянул в соседнюю точку, где фальшивку у него не приняли. Затем явился со своей пятитысячной сюда. Работник аптеки, осмотрев денежную банкноту, определила, что она может быть поддельной и нажала кнопку вызова полиции. Сама в этот момент отвлекала подозреваемого. Внимательный фармацевт нажала кнопку вызова охраны, но хозяин фальшивки что-то заподозрил и скрылся, не дожидаясь сдачи. Однако оперативники отдела экономической безопасности у МВД России по городу Чебоксары уже заинтересовались этим человеком. По одной из городских камер видеонаблюдения был установлен номер иномарки, на который передвигался сбытчик и его сообщники. Затем отслежен весь маршрут их перемещения по городу, от Московского проспекта до проспекта Ленина. Управление экономической безопасности Республиканского МВД взяло под контроль ход операции по задержанию преступников. Был проведен комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, в результате которого на территории Новосибирской области была задержана организованная преступная группа, состоящая из трех граждан Республики Кыргызстан, которые в период с 13 по 15 число на территории Республики осуществили сбыт 7 поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей. При досмотре и обыске у указанных лиц были изъяты 151 поддельные денежные купюры достоинством 5000 рублей. В настоящее время указанные лица арестованы судом Новосибирской области и находятся под стражей. Установив, что фальшивомонетчики прибыли в Чувашию из Екатеринбурга, оперативники выехали туда. Но подозреваемые, сменив номера автомашины, отправились дальше. Чувашские полицейские проинформировали коллег и в Новосибирске гастролеров уже ждали. По версии следствия, поддельные купюры уроженцы одной из бывших союзных республик сбыли на территории пяти субъектов Российской Федерации. Подозреваемые утверждают, что получили данные денежные купюры от своего знакомого в городе Екатеринбург при продаже машины. Получили непосредственно для сбыта в нескольких городах России. Они знали, что данные купюры поддельные, и поэтому при приобретении товаров старались приобрести что-нибудь менее дорогое. В ближайшее время материалы дела по фактам сбыта фальшивок в семи точках Чебоксар будут направлены в Новосибирск. Судебный процесс над задержанными пройдет там. Сила музыки, красота костюма и мастерство артистов вновь соединятся на сцене Чувашского государственного театра оперы и балета. 20 ноября стартует 25-й юбилейный оперный фестиваль. Около 500 артистов хора, солистов и музыкантов со всей России и зарубежья примут участие в самом ярком культурном событии осени. Наши корреспонденты побывали на пресс-конференции и узнали, что же ждут зрителей в этом году. Организаторы 25-го оперного фестиваля решили сделать юбилейную программу особенной. Зрители ждут перемены. На сцене только редко идущие произведения. Евгений Онегин, Пиковая дама, Борис Годунов. Мы очень часто исполняли эти спектакли. И поэтому у нас возникла такая идея обратиться к тому материалу, который для постановки оперы, который у нас никогда не шел. Традиционно фестиваль открывается премьерой. Опера Деницетти, любовный напиток, новый спектакль для нашей сцены. Комическая постановка, казалось бы, с привычным сюжетом Альвии, но насквозь пронизана итальянским сюрреализмом. Сам сюжет, он, как бы, понимаете, на вот этом каком-то чудесном превращении строится вся коллизия такая сюжетная. И можно сказать о том, что то, что мы сделали, это тоже попытка отразить вот эту сюрреалистическую сущность, сущность этой, можно сказать, сказки со счастливым концом. Партии главных героев Бала Маскарада Верти исполнят артисты из Москвы. Уникальный проект «Четыре короля оперной сцены» привлек солистов из Швейцарии и Бразилии. А гости фестиваля, трупы Нижегородского государственного академического театра оперы и балета, подготовили сложнейшую оперу Моцарта. Так поступают все. Тема, которая трогает Моцарт в этой опере, это неважно сколько прошло лет, тысячи, две тысячи, три столетия. Это взаимоотношения мужчины и женщины. И что из этого получается? Мне очень нравится такое выражение «игрались, заигрались и доигрались». Вот это примерно об этом. 29 ноября в галоконцерте можно будет услышать солистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Нижнего Новгорода. 2 декабря артисты нашего театра выступят для сельских зрителей в селе Порецкое. Екатерина Куприна, Расиль Мухаметов, Республика. В Чувашии завершился 8-й всероссийский турнир по самбо среди юношей на Кубок главы Чувашии. В этом году соревнования были посвящены 50-летию развития этого вида спорта в Республике. Как выступила наша сборная в следующем сюжете. За полвека развития самбо в Республике достижениями наших спортсменов можно смело похвастаться. Последняя из них победа Идеры Лаврентьевой и Артема Щербакова на Кубке Европы. На церемонии торжественного открытия глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил спортсменов, а участникам турнира пожелал победы на соревнованиях не только российского уровня, но и международного. У вас у всех возраст позволяет в перспективе стремиться к таким же победам. Мы на самом деле в своей государственной политике приоритеты расставили и создаем все благоприятные комфортные условия для того, чтобы детишки уже с детских садов начали вести здоровье в жизни. В течение двух дней юноши разыграли награды в 10 весовых категориях. Всего в соревнованиях приняли участие команды из 15 регионов страны и гости из Казахстана. Нашу республику представили более 30 спортсменов, которые мужественно противостояли соперникам и завоевали путевку в финал соревнований более высокого ранга. Эти соревнования являются отборочными к первенству России. Первый и второй номер, занявшие свою весовой категорией, допускаются к первенству России, которые пройдут в феврале месяце в городе Новочебоксарск. Соперники оказались не из легких. В первый день соревнований определили победителей и призеров в пяти весовых категориях. И тут на счету спортсменов из Чувашии четыре награды разного достоинства. Тяжело было. Мы стремились, побеждали. Все получилось у нас. Должен был победить, не пострамить нашу республику. Тренер смотрел, все надеялись, что я должен победить. Во второй день соревнований в копилку нашей сборной отправилось еще три медали. Подобный результат позволил команде хозяев занять первую строчку в общекомандном зачете. А это означает, что кубок головы Чувашии, как и в прошлом году, остался в республике. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать. Более подробно о событиях дня в вечернем выпуске программы «Республика». Увидимся в 20.00. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова